Здравствуйте! Время новостей на телеканале Саратов 24. Меня зовут Жанна Марченко. Я и мои коллеги готовы рассказать вам о главных событиях к этому часу. И вначале коротко о главных темах. С наступлением минусовых температур в Саратове проверяют общественный транспорт на тепло, а также соблюдение масочного режима. С подробностями Екатерина Сулейманова. Поедут с новой скоростью. Весь город будет практически за кольцом. Это ускорит передвижение. В Саратове началось строительство так называемого наземного метро. Расскажем, когда пустят первый состав. Новая площадка для будущих чемпионов. Мы, конечно, очень с нетерпением ждали этот стадион, потому что заниматься в каких-то спартанских условиях на горе и бегать по асфальту, конечно, очень тяжело. На обновленном стадионе Торпедо начались первые тренировки. Теперь заниматься спортом там можно круглый год. Какая погода за окном будет в пятницу 12 ноября на Святого Зиновия? Через несколько минут расскажу вам я, Александр Новохадский. Не переключайтесь. Всем надеть маски и включить печки. Министерство транспорта региона провело совместный рейд с инспекторами дорожной полиции. Проверяли общественный транспорт. Ревизоры смотрели температуру воздуха и влажность в автобусах. Кроме того, следили и за соблюдением масочного режима. Екатерина Сулейманова расскажет, много ли было нарушителей. Вот он показывает влажность 58 и температура 7,5. Ну, как бы норма считается 12 градусов, то есть как бы ниже нормы. Если люди жалуются, я выключаю печку. То есть у вас тепло? Естественно. Когда холодно, я котел включаю. У меня еще дополнительный сзади котел есть. Холод в своем автобусе водитель объясняет просьбами пассажиров выключить печку. Минусовая температура в городе только первые дни. В целом в общественном транспорте тепло, как установили проверяющие. В маршрутках холод чувствуется, говорят пассажиры. И при открытии дверей происходит резкий перепад. Сейчас уже показывает 17 градусов. Это норма? Это норма. Это уже норма показывает. Ну, проблема в этом и заключается, что в городском общественном транспорте трудно удержать температурный режим. Особенно если расстояние между остановочными пунктами небольшое, то, соответственно, дверь открывается часто. И удержать температуру в необходимом стандарте очень сложно. Ревизоры сегодня работали на музейной площади. И проверку на тепло прошли практически все автобусы. Но небольшие отклонения от нормы все же нашли. А вот по масочному режиму нареканий и вовсе не было. И пассажиры, и водители рекомендации Роспотребнадзора соблюдают. Сейчас ситуация изменилась. То есть уже недели две нарушителей масочного режима среди водителей и кондукторов общественного транспорта не выявлено. По пассажирам, по гражданам у нас работают органы внутренних дел. То есть они в случае выявления граждан, пассажиров, которые не соблюдают масочный режим, составляют в отношении таких граждан протокол об административном правонарушении. Надо быть лояльны друг к другу. Как-то надо думать об окружающих. Если ты не болен, есть вероятность, что кто-то болен. И все-таки меры безопасности, они должны присутствовать. Сами носите маску всегда? Конечно. Не тяжело? Ну, стараемся с трудностями справляться. Подобные рейды профильные чиновники проводят регулярно. Сегодня проверка общественного транспорта оказалась положительной. В том плане, что ни одного протокола или замечания водители не получили. Екатерина Сулейманова, Роман Шельдяев, Саратов-24. Немного изменились. Речь о сертификатах, которые теперь выдают саратовцам. Тем, кто полностью прошел вакцинацию. На них же и QR-коды. Об этом сообщили в региональном министерстве цифрового развития. По словам чиновников, документ стал удобнее и только на русском языке. Не забыли и про пожилых людей. Пенсионеры смогут легко получить справку в ближайшем МФЦ. Мы решили подробно поговорить об изменениях с главой Минцифры области Аделем Славутиным. Адель Михайлович, здравствуйте. Если на руках старый сертификат, его нужно менять? Приказом Минздрава России с 8 числа утверждена новая форма. Поэтому ее уже в автоматическом режиме будут получать граждане. А что делать, если бумажный сертификат не выдают? Вы всегда имели возможность до этого распечатать свой сертификат и представить его в бумажном виде. Более того, начиная с 16 числа, любой гражданин может обратиться в МФЦ, где Минцифры России уже организуют специальный сервис, который позволит гражданину при озвучивании своей фамилии, имя, отчества, необходимых документов, таких как СНИЛС и так далее, получить в распечатанном виде соответствующую бумагу от сотрудника МФЦ. Соответственно, персональные данные будут сохранены, только сотрудник МФЦ будет иметь доступ к этому. Сколько действует сертификат? Если человек сделал вакцину, то срок действия сертификата – это год. Если он переболел, то это полгода с момента его выздоровления. Если у него медотвод, то нужно иметь отдельную справку. Для этого необходимо обратиться к врачу-терапевту, пройти соответствующие процедуры. Ну и после получения этого медотвода получить справку и пользоваться ей для прохода в удобные места. Часто с проблемой получения сертификата сталкиваются пенсионеры? Обычно у нас люди пожилого возраста пользуются услугами МФЦ. Можно подойти с паспортом, со соответствующими документами, как я ранее сказал, предоставив их. Нет никакой необходимости иметь ни приложение, ничего. Если человек имеет статус переболевшего или вакцинированного, то он получает без проблем распечатанный в виде QR-код, который будет идентифицирован благодаря этим приложениям. Спасибо. С главой Минцифры региона Адельем Славутиным мы обсудили новые сертификаты. Их начали выдавать автоматически. Старые действуют. Поедет с новой силой. В Саратове началось строительство линий скоростного трамвая. По сути, это так называемое наземное метро. Оно полностью заменит нынешнее сообщение. Правда, работа титаническая. От прокладки новых линий до замены всех путей. Старые давно пришли в негодность. Закупят и десятки вагонов. Таких в Саратове еще никогда не было. Из Поливановки до центра можно будет доехать всего за 20 минут. Роман Базан знает, когда это уже произойдет. Они словно бурлаки с картины Репина. Рабочие тянут кабель вдоль проспекта 50-летия октября. Прокладывают коммуникации в траншею. В Саратове продолжается строительство по проекту скоростного трамвая. Тяжелый кабель тянут по направлению центра города. Другой конец уже присоединен к одной из подстанций. Всего их будет семь. Это обеспечит бесперебойную работу электротранспорта. По словам главного инженера Михаила Яковлева, стройка будет длиться еще пять с лишним лет. Правда, появление скоростной линии уже тормозят проблемы. Их буквально выкапывают. Что касается прокладки вот этих вот кабельных линий, очень много неучтенных коммуникаций. Потому что вот посмотреть, вылезают и водопроводы, и кабельные линии. Очень много брошенных коммуникаций. Конечно, вот притормаживает работу. Поэтому, что будет, когда начнем пути трамвайные перекладывать? Ну, я думаю, тоже не все пойдет гладко сразу, с первого раза. С севера на юг и обратно. Маршрут будущего скоростного трамвая пройдет через весь Саратов. От Поливановки до Комсомольского поселка. Старые вагоны уберут, закупят новые. Появление ветки в городе еще несколько лет назад анонсировал Вячеслав Володин. Спикер Госдумы предложил это на встрече с жителями. Уже после проект поддержали и на федеральном уровне. В сентябре Михаил Мишустин ознакомился с ним. И идея премьер-министру понравилась. Взять и создать единый маршрут. Соединяем в шестой, третий, девятый и восьмой. Таким образом, весь город будет практически за кольцом. Это ускорит передвижение пассажиров по территории города. Ну и самое главное, повысить комфортность. Замечательный проект, который прорабатывался достаточно долго. Мы несколько городов отобрали. Я знаю, что Саратов в нем будет принимать участие. Я тоже пожелаю, чтобы все задуманные, соответствующие процессы, связанные с модернизацией инфраструктуры, с обновлением подвижного состава у вас получились. Поэтому, конечно, поддержим. Пути начнут ремонтировать уже со следующего года. Параллельно заменят и контактные сети. Они современные и будут отличаться от нынешних. Специально под скоростные составы. Чтобы не было перебоев в движении пока еще стареньких трамваев, специалисты закупили мобильную подстанцию. Роман Базан, Олег Буланов, Саратов, 24. Вернули на родину. На Ингельском кладбище прошла церемония перезахоронения останков летчика-истребителя. Алексей Владыкин погиб в годы Великой Отечественной войны при исполнении боевого задания. Во время воздушного боя младший лейтенант столкнулся с другим самолетом своего полка. Владыкину было всего 23 года. Спустя 77 лет были найдены его останки в Республике Крым. Сюда его доставили члены боевого братства, непосредственно руководители откарского отделения боевого братства. Причем он привез останки своего деда, которого тоже нашли в Крыму. Ну и Ингельское отделение. Мы на постоянной основе занимаемся также поиском, захоронением бойцов погибших в Великой Отечественной войне. Летчик-истребитель Алексей Владыкин родился в селе Голицыно Новобурасского района в 1921 году. В 1942 он отучился в летной школе и после этого управлял двумя видами боевых истребителей. Як-1 и Аэрокобра. На счету нашего земляка 45 боевых вылетов и 7 побед. В ноябре 1943 он был удостоен ордена Красной Звезды. Далее прогноз погоды от Александра Новохадского. После вернемся в студию и продолжим знакомить вас с новостями. Сельское хозяйство не терпит простоев. Мы, агрария, работаем на обеспечение продовольственной безопасности страны. В том числе благодаря помощи кооператива «Гарант Кредит» мы ежегодно трудимся для вас, производя овощную продукцию. Сбережения, вложенные в сельское хозяйство, эффективно используются и могут приносить стабильные доходы. Гарант Кредит. Телефоны в Саратове. 906-444. 708-444. Генеральный спонсор прогноза погоды – сельскохозяйственный потребительский обслуживающий кооператив «Гарант Кредит». Удобные и выгодные кооперативные программы по сбережениям. Здравствуйте. В пятницу 12 ноября на Святого Зиновия, в Марксе, Балашове, Хвалынске, Алгае, Перелюбе, Балакове и Облачно с прояснениями, местами возможен небольшой снег. Ветер западный, юго-западный от 3 до 6 метров в секунду. Днем до плюс 5 градусов, а ночью до минус 3. Партнер прогноза погоды – офтальмологическая клиника «Точка зрения». Ваше зрение – наша забота. Клиники «Точка зрения» Саратов – современное оборудование для лечения катаракты, квалифицированные специалисты, признанные в России, высококлассный сервис и низкие цены. Сделав операцию у нас, пациенты получают отличное зрение на всю жизнь. Телефон 251798. Сделайте правильный выбор. В Саратове и Энгельсе пасмурно и ветрено. Температура днем до 2 градусов выше нуля, а ночью до 1 градуса ниже нуля. Атмосферное давление около 761 миллиметра ртутного столба по приметам. И если в этот день земля покрывалась мелкой порошей, то вскоре ждали сильных заморозков. А спонсор выпуска – общественно-политическая газета «Суть», только важная и нужная информация. Всем добра, здоровья и терпения. До встречи. Общественно-политическая газета «Суть» – это ведущее издание города Балакова. Еженедельно мы выпускаем 22 тысячи экземпляров. Наш девиз – «Зри в корень», что позволяет уже 23 года входить в топ-5 изданий области. Газета «Суть» – это острота, независимость и востребованность. А еще здесь вы найдете купоны на скидки, частные объявления о покупке, продаже или вакансиях, интересные рекомендации медиков и много призовых конкурсов. Газета «Суть» – только важная и нужная информация. Мы продолжаем знакомить вас с новостями. В базар на Карбулакском районе полицейские задержали нескольких мужчин. Их подозревают в краже зерна. Похитили пшеницу из контейнера, который находился в лесу. Конструкцию никто не охранял, висел только замок. Его злоумышленники вскрыть не смогли, им пришлось дернуть дверцу автомобиля. Похитили немало, почти полтонны. Полицейские выяснили, что сделали это жители Алексеевки. У сельчан нашли мешки с украденным зерном. Один из задержанных признался, что пшенице понадобилось, чтобы кормить домашнюю птицу. Его уже когда-то судили за воровство, но сейчас мужчина старается зарабатывать на жизнь корпоративами. Осознаю. Больше такого не повторится. У вас доходов никаких, больше нет, что ли? Нет, я музыкант. Я на свадьбах на корпоративах. Вот как? Ну, играю. Играете. Ну, если вы на чем, на каких инструментах? Практически на всех. Попытались вскрыть металлическую монтировку, однако не получилось. Из машины, из багажного отсека достали трос, подсоединили к входной двери, попытались вырвать. С первого раза не получилось, оборвался трос. Второй раз перецепили, дернули, вскрыли ворот. После чего начали собирать в мешки, дернули. Готовят чемпионов. В Саратове завершилась реконструкция стадиона «Торпеда». Спортивное сооружение долгое время находилось в аварийном состоянии, а теперь здесь новое футбольное поле, дорожки для бега и велосипедов. Спортсмены могут проводить тренировки на качественном покрытии. Но это еще не все изменения, которые ждут «Торпеда». Анна Забалуева знает, что еще планирует менять на стадионе. Это не первый кросс на новом стадионе. Уже несколько месяцев здесь тренируются спортсмены и проходят занятия по физкультуре для местных жителей. В этом году «Торпеда» полностью обновили. Роман Панкратов занимается легкой атлетикой уже 7 лет. Говорит, за это время опробовал много площадок. Саратовская одна из лучших. Нам очень понравилась эта резина. Мы, конечно, с нетерпением ждали этот стадион, потому что заниматься в каких-то спартанских условиях на горе и бегать по асфальту, конечно, очень тяжело. Достаточно мягкая резина и очень хорошо разметили, сделали хорошие дорожки, сделали разметки, которых нету на других стадионах по Саратовской области. И достаточно приятно здесь заниматься. Это сейчас здесь можно играть в футбол круглый год. В центре стадиона современное поле с искусственным покрытием. А раньше «Торпеда» много лет находился в аварийном состоянии. О возрождении спортивного объекта Володина просили спортсмены и местные жители. Помимо футбольного поля и беговых дорожек, по проекту здесь построили площадку для воркаута и тренажеры. Обновили и башню для пожарно-прикладного спорта. Мы просили, чтобы нам обновили, реставрировали, реконструировали стадион «Торпеда». И благодаря его поддержке, его помощи, вот через год, практически буквально через год, мы получили вот этот новый обновленный стадион. Утром и вечером стадион используют местные жители. А днем здесь проходят тренировки профессиональных спортсменов. На «Торпеда» приезжают воспитанники спортшкол заводского района. Триатлонисты, биатлонисты, легкоатлеты и велосипедисты. Наш стадион еще и знаменит тем, что через, можно сказать, через подготовку на этом спортсооружении прошли многие знаменитые спортсмены. Вот я уже говорил, когда мэр города приезжал, что нами подготовлено более 12 мастеров спорта международного класса. Два из них стали заслуженными мастерами спорта. В планах и второй этап восстановления спортивного объекта. На «Торпеда» будет возведено здание культурно-спортивного центра. А вот какие секции откроют, решат сами жители. Анна Забалуева, Олег Буланов, Саратов, 24. Не побоялись прийти на помощь. В областной думе наградили детей медалями за проявленное мужество. Был отмечен героизм Алексея Афанаско и Маргариты Галкиной в рамках патриотической акции. Ее проводит Совет Федерации. Со всей страны было подано более 180 заявок. Два школьника из Саратовской области получили высокую награду в этом году. Маргарита увидела пожар во враге и сразу сообщила об этом взрослым. А после, до приезда в спецслужб, помогала тушить возгорание и сама носила ведра с водой. А Алексей спас тонущего товарища. Мы с друзьями гуляли возле канала. К нам новенький пришел. Мы стояли спиной канала. И не видели, как он подошел к краю. Я так понял, он хотел поиграть с лягушками. Потом мы услышали, что он упал. Ну и я решил решение прыгнуть с ним. В рубрике «Персона недели» среди запросов в интернете победу одержал Достоевский. Сегодня исполнилось 200 лет со дня рождения великого русского писателя. По данным ЮНЕСКО, он является одним из самых читаемых в мире. В честь Федора Михайловича устроили литературный перформанс на Останкинской телебашне. О других популярных запросах расскажем в рубрике «Яндекс». По традиции начнем обзор запросов в поисковой сети снизу вверх. На пятом месте «Киберспорт». Первая карта матча «Нави» установила рекорд русскоязычной трансляции по количеству зрителей. За противостоянием команд следили более 500 тысяч человек. Строкой выше в рейтинге запросов сериал «Игра в кальмара». Это южнокорейский веб-сериал в жанре выживания, который стал популярным особенно среди молодежи. Бронза у информации про продление нерабочих дней после 7 ноября. В Саратовской области продлевать ковидные выходные не стали. На втором месте запросы о кинопремьере. В интернете искали информацию о фильме «Вечные». И лидером стал этнографический диктант. Этот проект знакомит с культурой народов, проживающих в России, а также позволяет оценить общий уровень этнокультурной грамотности. Потерпели первое поражение в Еврокубках. Саратовский «Автодор» накануне проиграл в Италии. Это была повторная игра. В Саратове черно-белые оказались сильнее. Наша команда вообще в Еврокубках до вчерашнего поединка не проигрывала. И еще перед матчем с Рэджи Эмилией обеспечила себе выход в следующий раунд. А вот итальянским соперникам сделать это как раз предстояло в матче с «Автодором». И то в случае положительного результата. В итоге хозяева приложили максимум сил и добились нужного результата 80-77. Для того, чтобы остаться на вершине в своей группе «Автодору» достаточно одержать победу в Израиле через неделю. Саратовский «Автодор» О главном к этому часу все. Ищите нас также в соцсетях. Мы есть и в Инстаграм. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова